Евгений Шумилов, все-таки поподробнее, что на памяти будет? Какие планируются объекты строить? Это будет классический торгово-развлекательный центр, который предполагается, как в любом уже существующем, или планируется к открытию. Это галерея одежды, обуви и так далее, это продовольственная гипермаркета ШАП. У него коровка уже построена, и если все будет хорошо, то, надеюсь, летом следующего года мы уже его откроем как первую очередь. Также это будет большая развлекательная зона, где будет кинотеатр, магазинный кинотеатр, детская зона развлечений, фудпост. По большому счету все как обычно, как у всех, единственное, что может быть, там добавится не совсем обычный токоток. Честно говоря, изначально была у меня мысль сделать этот каток как полноценную хоккейную коробку, на которой можно было бы проводить тренировки. Однако, затем поразмыслив, сходив во дворец спорта, где ребята вечерами играют, тренируются, поглядев, как они там друг другу зубы выбивают и матерятся, я думаю, что, наверное, не совсем это будет уместно в торговом центре. Значит, от других каких-то там вариантов занимать этот каток нет, поэтому мы его изменили. Площадь достаточно большая, порядка там 800 с копейками квадратных метров. Это меньше, чем в хоккейной коробке, но больше, чем, например, в Новосибирской Меге. В Меге там около 400 квадратных метров. Я надеюсь, что это будет привлечением и даже в зимний период времени. Не то, что там в лето, когда кто-то соскучится по калькам, но и зимой, когда можно будет прийти с семьей, я не знаю, папа-мама покатались, пошли что-то покушали, и ребенок еще дальше там рассекает. Вот такого примерно формата будет объявить. Ну, еще отмечу, что большая, я уже заботал, около трех с лишним тысяч парковочных мест. Большая часть в закрытой парковке, в теплой, и часть это открытое, по-моему, около 800 или 900 мест на открытой площадке. То есть на любой вкус, что называется.